Войне группировок для сталкер на моём канале уделено много времени и внимания, что неудивительно, ведь этот режим является одним из моих любимых, и в этом видео я решил взглянуть на один из первых модов, добавляющих войну на платформе Call of Chernobyl. Но, конечно, это не вообще первый мод с таким режимом. Ещё раньше появился Fictional Commander, последний добавлял массовые баталии в сталкер Чистое Небо, и, признаться, залипал на этот мод я ещё задолго до того, как задумал создать канал. Однако, конкретно сейчас мы поговорим о Warfare, самый ранний мод, добавляющий войну в Call of Chernobyl. И он довольно интересен, ведь нам предоставляется возможность управлять отрядами прямо со своего ПДА. Всего в ваших интернетах я нашёл две версии этого творения. Версия полтора, полностью на английском, и для Зова Чернобыля 1.4.22. А также версия 2.RUS, которая уже ставится на сборку Стасона 5.0.2 или 5.0.4. Как понятно из названия, она уже была переведена на русский язык. К сожалению, тогда разбитие моды тормознулось. Почему к сожалению? Ну, как мне показалось, управлять группировкой со своего персонального компьютера довольно интересно. Можно почувствовать себя лидером группировки или вообще представить, что ты играешь в какую-то стратегию. Управление производится посредством клика по нужному отряду и направлению его на какую-либо точку, либо в атаку на другой выбранный отряд. Управлять мы, конечно же, можем только точками отрядами своей группировки. Вражеские только захватывать. А в случае, если посланные вами молодчики будут не справляться с поставленной задачей, вы просто идёте и всё делаете за них. Впрочем, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому предлагаю вам оценить, как я буду во всё это играть. А также отписать в комментарии, интересно ли вам такая война группировок и сама идея управления отрядами со своего. Хотели ли бы вы видеть нечто подобное? Не забываем оценивать видео, если вы хотите, чтобы я покопался в старых модах и ещё что-нибудь нашёл. Приятного просмотра! Вот мы с вами находимся в главном меню сборки Стасона, версия 5.0.2. Эх, какая ностальгия, как же давно это всё было. И я установил на неё Warfare версии 2. На русском языке все дела. У этой Warfare также есть отдельная вкладка, двойна группировок. Нажимаем и смотрим. Тут очень много на самом деле настроек, правда многое не работает. Можно там настроить и спавны, и чё только там можно не настроить, просто с ума сойти. Каждая группировка настраивается отдельно. Интересненько, не правда ли? Ладно, начинаем новую игру. На сложности. Ну, новичок, так как это просто демонстрация, да? Мгм. Ну и давай чисто случайно выберем группировку. Это будет Чистое Небо, Петя, Камень. Также у меня стоит режим, конечно же, Все Против Всех, потому что просто я не могу играть иначе. Не понял, я же вроде за Чистое Небо начал. Да, да и в принципе группировка у меня Чистое Небо, но тем не менее, почему-то... Одиночки для меня нейтралы. Ха-ха, какого чёрта что происходит? Получается, я не все против всех играю. И это супер странно, конечно. Опа, опаньки, опачки, какие попочки вы заметили? О-о-о-о. А чё это было? А чё вы сразу-то на меня не сагрились, господа? Какой-то бред. Чё я вообще тут забыл? Хрем пойми, в богом забытом месте игра. Почему ты решила меня сюда закинуть? Я Чистое Небо. Вот сюда давай куда-нибудь сметнёмся. А сюда я не могу метнуться. А сюда? Нет, подожди, снять метку. А как мне сделать быстрое перемещение? Во-первых, нам надо выбрать точку, нажать правой кнопкой мыши и быстрый переход. Поблизости много врагов. Да ты смеёшься, я же сейчас умру. Можно не надо? Видимо, придётся мне всё-таки с ними стреляться. Иначе я просто отсюда не уйду. Вау, ты ещё меня обошёл. Вау, чё это он с первого патрона слёг? Что-то я сейчас не понял. Ну всё, теперь-то ты ушёл вроде как. Попытаясь переместиться ещё раз. Быстрый переход. Да, опять много врагов. Ты чё, дурак что ли? А может мне лесник ещё тоже враг? Ну всё, теперь точно остался только лесник. Ещё раз, быстрый переход. О, переместился, красота. Ну сейчас тогда начнём оттуда. Ну всё, вот мы находимся на территории болот. Родная территория для чистого неба. И отсюда мы уже можем начинать развитие группировок. Мы видим, что наши всё равно, да, как бы идут. Всё по красоте. И каким образом нам сделать так, чтобы мы могли управлять? Ну, во-первых, мы уже управляем. Теперь нам осталось только выбрать нужный нам отряд. Любой, вот, например, прутся куда-то ребятюшки. Выбираем их. Потом нажимаем правой кнопкой мыши по пустой стоянке. Ну, в принципе, это такая себе точка, но тем не менее. И нажимаем, по-моему, надо нажать идти к точке, ну, либо захват. Если я нажимаю захват, то они вроде бы как к ней не выдвигаются. Они выдвигаются куда-то в другую сторону. Но сейчас мы это с вами посмотрим. Или туда они всё-таки идут. Наверное туда. Хорошо. Далее. Я могу сделать так, чтобы за мной кто-то следовал. Для этого мне нужно... Как сделать? Для этого мне нужно выбрать ещё один отряд. Да, выбрать отряд. И сделать выдвижение. Тогда они пойдут ко мне. Сказочник следует за группой, которую возглавляет Ник Сказочник. В смысле Ник Сказочник? Ты за мной следуй, дурачок. Игровые очки 0.80. Выдвижение. А, вот так сделать. Да. Вот так. Подожди, а если я нажму вот это, то что будет? По-моему, если я нажимаю включить командование группировкой, то я начинаю ими управлять. А если я выключаю, то они управляют сами собой. То есть они, в принципе, останавливаются, если я включаю. Не, давай тогда это обратно-то. Отключить командование группировкой. Или как? Или кого? Что-то я сейчас не догоняю. В любом случае, отдельными отрядами я управлять, как видите, могу. Я ими прекрасно управляю. Они ходят, бродят туда-сюда. Вот пацаны куда-то там направляются, надеюсь, к нужному отряду. Опять-таки, мы можем сделать как? Можем сделать, например... Подожди, нет. Я хочу выбрать отряд. Ну, видите, и они оставили, в общем-то, вышку. Да, я знаю, что это глупо, но, тем не менее, я хотел просто показать. Для меня, в принципе, не важно наличие этой вышки у нас под контролем. Всё, какой-то там костик идёт, захватывает. А вот тут... А, болото у нас ещё и базой почему-то считается. Тут у нас теперь почему-то никого нет. Что мы делаем в такой ситуации? Мы берём выбор отряда, который мы послали хренову знать куда. И всё-таки посылаем их идти захватывать вышку. Потому что это база почему-то считается. И отсюда у нас происходит какой-никакой спаун. Ну что? Наших съели. Наших съели. Я послал их мочиться, но ничего у них не получилось. Это как-то... А, ну понятно. Опаньки, аккуратненько, собачка. Отлично. Что-то какой-то пистолет мощный. Какой-то урон жёсткий проходит. Хорошо. А эти что, за мной что ли идут? Эти вроде как. Или нет, или да. Что-то вот не знаю, как-то можно управлять ими таким образом, чтобы они шли за тобой. Но в отряде у меня в любом случае никого нет. Ладно, эти что-то там остановились, но они в любом случае идут опять-таки на вышку. Что вы стоите? Выбрать отряд. Идти к точке. А что значит повысить? Иначе мыть, кстати. Хрен его знает. Наверное, повысить приоритет для захвата. Вероятнее всего именно это. Далее, что у нас тут? Тут тоже у нас несколько отрядов. И мы можем сделать как? Мы можем сделать, опять-таки, выбрать отряд. И непосредственно идти, приказать им захватывать на другой локации точку. Что тоже, в принципе, очень важно. Далее вот эти. Вот что-то тут стоят, гундят. Ну или вот тут, например, два отряда. Выбрать отряд. Опять-таки. А, идти к точке мы, по-моему, уже делали. Или нет? Ну ладно, делаем пока как делаем. Тут тоже два отряда. Выбираем. То есть, в принципе, можно шустро, быстро командовать, приказывать. Идти туда, иди сюда. И это, я считаю, очень даже неплохо. Таким образом, получается, не знаю, какой-то симулятор стратегии по вселенной. Сталкер. Что-то вот типа в этом духе, да? У меня, кстати, есть видео, где я играл в стратегию Сталкер. Можно так сказать, да? Ну, там действительно можно так сказать. Это Wargroups. У меня есть плейлист. У меня есть куча видосов по нему. Поэтому, если вы не видели, посмотрите. Там прям, ну, полноценный симулятор, я вам скажу. Обязательно зацените. Ну и что? Ну и не что. Могу вам сказать то, что у меня летают самолеты за окном. И поэтому вы можете сейчас слышать какие-то шумы самолетов. Я прошу вас на это особо внимания не обращать. Вот. Ну и, собственно, одиночки враги. Понятненько. Конечно, в том числе я и сам могу ходить захватывать, да? Я так и не понял, что значит игровые очки. Ну, что-то я не понял. Я, в принципе, прочитал. Но что-то вот я сейчас понял, что я ничего не понял. Да, инструкция там, кстати, довольно-таки огромная. Ну все, пацаны, позахватывали. Есть ли у нас еще свободные отряды? Больше свободных отрядов не вижу. Что очень грустно. Тут вроде бы наши переходят. Ну и потихоньку разрастаемся. Тут тоже я вижу два отряда. Выбираем, опять-таки, выбрать отряд. И идем захватывать болото, например. Или, допустим, вот это что у нас такое? Двор, база. Идти к точке. Или... Ну почему-то, если я нажимаю захват, в принципе, ничего не происходит. Вот и все. Вот и все по красоте. Значит, мне нужно как-то куда-то переместиться. Это быстрый переход. Ага. Что-то я, кстати, еще ни разу не сохранился. Если бы я сейчас помер, было бы весело. Стала сразу почему-то такая погода отвратительная. И я хочу попробовать захватить мех... А, о! Красавцы. Из-за того, что я мотнулся, они быстренько там по-бырому все захватили. И, в принципе, все по красоте. Ладно, что у нас в церкви опять какой-то один отряд есть? А что ты сидишь-то тут, дружище? Давай руки в ноги. И пошел, например, сюда. Вот эти тут тоже что-то тусуются. Выбрать отряд. Куда пойдем? Куда-нибудь сюда. Тут у нас кто-то еще есть выбрать отряд. Идите куда-нибудь сюда. И вообще все у нас по красоте. Смотри, просто команду воем. Идите туда, идите сюда. Вообще какой-то охреневший типочек. Да. Вот, в общем-то, я думаю, что основную механику я показал. Интереснее ли так играть? Но, в любом случае, ты чувствуешь себя каким-то лидером группировки. Или, там, каким-то заместителем лидера группировки. У которого есть полномочия управлять группировкой. Ты управляешь. Но по такому сценарию развития мода на войну группировок на платформе Call of Chernobyl не прошли. И они пошли по другому сценарию. Они пошли по сценарию. Сами знаете, по какому сейчас. Ну, что у нас сейчас популярно? Ну, это ЕОК на сборку Стасона, разумеется. Вот, грелки там, все дела. Это, в принципе, одна из самых популярных воин группировок. Что у нас еще есть? Лост Паф. У нас есть еще там New Vision of War. Но New Vision of War у нас на чистое небо. С Фикшнл Командер. Там, как бы, другая совсем тема. К этому моду она отношения не имеет. Вот такие вот дела. Кошка-мышку родила. Вот тут у нас кто еще какие-то? Выбрать отряд. А что вы тут тусуетесь? О, давай тогда идем сюда. Идти к точке. То есть, ну, можно наводить движуху. Можно, как бы, пацанов постоянно, как сказать, гонять. Не давать им сидеть. А ты что тут, дурак? А, о, тут аномалия. Он что-то тут сидит. Хер не занимается. Ладно. Ну, и что, в общем-то, пацаны? Пацаны вроде шевелятся. Посмотрите, ух. Ну, хотя... Не, ну, я довольно-таки мощно, можно сказать, развил группировку. Если посмотреть на остальные, остальные... Ну, монолитовцы вне конкуренции. Они с самого начала игры контролируют кучу всего. И тут мы что-нибудь... И тут даже захватили. То есть, в принципе, это все работает. Красота. А что у нас за желтый отряд такие? Одиночки-враги. А что они там тусуются? И почему мы с ними не стреляемся? А это кто? А это бандиты, что ли? Там какая-то точка другая или мутанты? Ладно, неважно. Что? Да ничего, что-то больше отрядов-то особо не спавнится. Не понял. Снять метку. Ну, конечно, надо попытаться, наверное, пойти кого-нибудь замочить. Это будут вот эти вот одиночки. И самому попытаться захватить точку, если это, в принципе, возможно. Что мы сейчас и сделаем? Так, пацаны, аккуратно. Не смотрите на меня. Не стреляйте в меня. Ага. Ага. Так, ну и что? А точка-то все равно не свободна. Она почему-то красным горит. Что это значит? А, клан нет данных. Ага. В общем, единственное, что у этого мода очень жесткая, очень сложная, наверное, настройка. Ну, не сложная, а запарная. Очень много пунктов вот этого. Каждую группировку можно настраивать. Но, с другой стороны, это же для любителей поковыряться, да, под себя. Для идеально настроить войну. То есть, ты можешь, там, эту группировку сделать сильной, эту слабой, эту чего-то там еще. Я думаю, что это просто красота. Просто топово. Ладно, что у нас тут? Там у нас какие-то перестрелки. Пойдем уже оттуда выгоним сталкеров. Почему они тусуются на болотах? Главная база почему-то, это считается. Северных утр главная база. Не знаю. Развить тут определенно есть что. Но разрабы давно забросили этот проект. Давно им уже не занимаются. И такую тонкую настройку группировок, как тут, можно увидеть, опять-таки, в модификации Lost Path. Там можно каждой группировке настраивать спавн, ресурсы и все в этом духе. Так, отлично. Выберите отряд. А что вы это не захватываете? Нет, подожди. Ты по меня выбираешь, а мне нужно выбрать вот эту точку. Атака. Вот если нажимаю атаку, то херня какая-то происходит. Атакует болото северных утр, но по факту ничего он не атакует. Он как дурачок стоит. И все. Захватить почему-то мы эту точку не можем. Почему? Кого? Ладно. Эти куда-то прутся, те куда-то прутся. Переходы у нас, в принципе, имеются какие-то. И что по спавну? По спавну все не густо, не густо, скажем так. Хотя, вроде бы люди идут. Ну, в общем, вот такая вот шляпа. Думаю, что дальше нет смысла показывать. Я, в принципе, показал все, как учу управлять группировками. Ничего нового показать я вам не смогу. Если вам все это дело понравится, если вы захотите видеть еще, то обязательно напишите об этом в комментарии. Поставьте свои лайки. И я поищу еще какие-нибудь моды. Не обязательно по войне группировок, а просто какие-то, может быть, необычные, интересные моды. У меня даже и кое-что есть на примете. Вот. Так что давайте, друзья. Спасибо огромное, что посмотрели это видео. Нажимайте колокольчик, если еще его не нажали. И пока.